Здравствуйте! Это Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. И я коротко расскажу о главных событиях региона к этому часу. В селе Джерим построят новую амбулаторию взамен аварийной. Об этом во время рабочей поездки в Ширинский район заявил глава Хакасии. Виктор Зимин встретился с медиками и осмотрел лечебное учреждение. Здание не ремонтировали уже больше 30 лет. Огромные трещины в стенах, ветхая кровля. Второй этаж корпуса из-за своего аварийного состояния в последние годы и вовсе закрыт. Не то чтобы лечиться, находиться в таком помещении опасно. Сегодня в амбулатории оказывают только экстренную помощь. Глава района заверил, капиталить здание собирались, даже составили смету. Но сумма в 24 миллиона рублей для муниципального бюджета неподъемная. Виктор Зимин потребовал сделать заключение экспертизы. Скорее всего, для Хакасии будет выгоднее построить новую амбулаторию, чем восстанавливать почти развалившееся старое здание. Глава республики заверил, строительство медучреждения в Джериме внесут в план на 2016 год. Каждый дождь для жителей дома по улице Красноярской, 91 в Черногорске, становится настоящим испытанием. Огромные лужи на асфальте перед домом и практически непроходимый участок улицы за ним создают жильцам множество проблем. Два года они обращаются к муниципальным властям за помощью. Те обещают помочь и не выполняют обещаний. Подробности в нашем репортаже. Пятиэтажка по улице Красноярской, 91 находится далеко от центра. Но жители этого дома хотят жить в настоящих городских условиях, чтобы возле многоэтажки были нормальные подъездные пути. Ведь участок улицы Красноярской от проспекта Космонавтов до пятой школы трудно назвать дорогой. Это обычная грунтовка со сплошными выбоинами, по которым рискуют проезжать только внедорожники. Со стороны двора к дому подъезжать можно, но зато очень трудно подойти, особенно к последнему подъезду. После сильных дождей на асфальте огромные лужи. Как прошел дождь, так мы идем с мусорным ведром или в магазин. До третьего подъезда мы выходим и идем через весь двор с мусором. Потому что по колено воды здесь. Вот были дожди, когда большие, вот отсюда, досюда, а все было залито. Тут вообще озеро стояло. Дети в резиновых сапогах выскакивали, прыгали по воде, но им интересно это. Весной прошлого года жильцы обратились в городскую администрацию с просьбой отремонтировать им дороги. В июле 2012-го получили официальный ответ, что эти работы в план не попали, но включены в программу ремонта 2013-го года. Жильцы ждали, но напрасно, работы так и не начались. Власти отвечают, что нашлись более важные дороги, которые необходимо было ремонтировать. Мы готовы были исполнить текущий ремонт этой дороги. Проще говоря, грядировка и подсыпка уже в 2013-м году. Но, к сожалению, эти планы при наполняемости бюджета в 2013-м году исполнить просто невозможно. Придется отложить решение этого вопроса на 2014-й год. Надеемся, что в будущем году финансовая ситуация будет гораздо лучше. Жильцам остается ждать выполнения обещаний чиновников еще целый год, а пока запасаться резиновыми сапогами, чтобы ходить по лужам вброд. Наталья Гармашова, Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Программа, направленная на поддержку дачников, действует в Хакасию уже третий год. В этом году суммы поддержки разнятся от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы на грант могло заявиться любое, даже самое небольшое по численности дачное сообщество. В этом году денежную поддержку получили 36 дачных объединений Хакасии. 3 миллиона рублей потратит общество Подсинья, одно из самых крупных в республике. Более 20 дачных товариществ получат по 500 и 200 тысяч рублей. За три года на восстановление инфраструктуры загородной жизни бюджет республики выделил 70 миллионов рублей. Я уверен, что эти деньги будут использованы эффективно, как это делалось в прошлом году. Это энергетика, это дороги, это вода, это многие-многие вопросы. И действительно, сегодня можно отметить, что те проекты, которые защищены уже сегодня, они не просто как бы случайно выхватили какую-то тему, аварийную тему, и закрыли, и радуемся. Нет, это в плановом порядке, продолжение работы, которая была начата два года назад. Республика Хакасия в лице главы республики, в лице вообще власти республиканской делает, поддерживает такое направление, как дача Хакасия. На этой неделе из Абакана в Новосибирск начнет летать самолет. Об организации регулярных авиарейсов между этими городами сообщается на официальном сайте правительства Хакасии. Первый самолет доставит жителей республики в Новосибирск в воскресенье, 4 августа. Стоимость перелета составит порядка 3,5 тысяч рублей. Регулярные рейсы по этому маршруту будут выполнять компания «Томскавиа». В Новосибирск жители республики смогут улететь три раза в неделю. На самолетах Ан-24 вместимостью 50 пассажирских мест. Сегодня в Минусинске состоялось очередное заседание мирового суда по делу Дмитрия Попкова. Напомним, депутат городского совета обвиняется в том, что ударил подростка на дне города в прошлом году. Расследования и судебные заседания длятся год и месяц, но стороны до сих пор не пришли к согласию. Дело подростка против депутата тянется уже больше года. Сегодняшнее заседание по счету 19-е. Слушание не раз откладывалось и каждый раз по инициативе обвиняемого. Впрочем, и сегодня депутат Дмитрий Попков пришел в зал суда с ходатайством перенести заседание. Я желаю еще время. Позиция у нас была одна. Пусть это будет месяца два. Мне достаточно будет двух недель. Депутат Дмитрий Попков недоволен защитой, предоставленной судом. На прошлом заседании ему представили нового адвоката. Сегодня он видит его второй раз. По словам обвиняемого, он просто не смог его найти, чтобы защитник ознакомился с делом. Это ходатайство суд отклонил, добавив еще одну претензию от депутата в свой адрес. Ни один свидетель не видел никакого удара. Такого свидетеля в принципе нет. Вы понимаете, в уголовном деле нет места преступления. Его нет. Есть место, стадион, строитель. Ну почему не город Минусинск? Я вам скажу больше, есть амбулаторную карту, которую они подделали. Они же принесли амбулаторную карту. Мы указали суду подделанные даты. Более того, оказывается, Тяжельников обращался 18 января 2014 года. Мы увидели ровно на час. Они понимают, это страна, и судья понимает, ну что это тоже, для нас это козы. И все, мы ее не видим больше. 12 июня 2012 года праздник проходил под усиленным контролем полиции. Однако инцидент с депутатом и подростком зарегистрирован не был. Это сегодня на суде подтвердил главный полицейский. Это же самое ранее печатала одна из городских газет. Здесь же свидетельство медиков. Тяжельников к ним не обращался. В этой же статье в сентябре подросток менял свои показания, и только после этого дело удалось передать в суд. И главное, 2,5 миллиона рублей. Сумма, которую просят Тяжельников, чтобы закрыть вопрос. В газете вся информация от Дмитрия Попкова. Впрочем, сегодня ее уже читают следователи. Обвиняемая сторона, я насколько уже поняла за этот год, применяют все возможные методы воздействия и обливания грязью, и затягивания процесса. Поэтому в данный момент дело по этой газете находится в Следственном комитете и идет разбирательство. Интересы подростка в суде, помимо адвокатов, представляет мама. По ее словам, рассматривать дело – это не ее идея. Инициатором был сам Семен. Сегодня ни к каким конкретным выводам суд не пришел. Процесс не может двигаться дальше, пока не будут допрошены все свидетели. А некоторые из них в зал суда не являются. К слову, все они со стороны ответчика. Добавим, что срок давности дела истекает 12 декабря этого года. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Визит-центр на заповедной земле в районе озера Иткуль открылся сегодня. В этом месте все желающие смогут узнать о жизни заболоченных территорий и напрямую взаимодействовать с дикой природой. Именно Ветландом, водноболотным угодьем и будет посвящена работа центра. Его открытие стало возможным благодаря программе Министерства природы и экологии России. Цель – развить познавательный туризм в заповедниках и национальных парках страны, сделать посещение охраняемых земель более цивилизованным. В новом помещении предусмотрено здание с учебной зоной для проведения тематических занятий и открытой зоной для посетителей со смотровой площадкой. На территории вокруг центра расположена сеть экскурсионных маршрутов, оборудованных указателями и информационными плакатами, местами для отдыха и смотровыми площадками. Бронзовый призер чемпионата мира по лёгкой атлетике черногорец Вадим Трунов прибыл сегодня в Абакан. Напомним, 27 июля, 8-й соревновательный день чемпионата мира IPC по лёгкой атлетике, сборная России завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 100 метров. В составе российской четвёрки был и наш легкоатлет из Черногорска. Почти на час, но это не умерило пыло болельщиков. Возле трапа бронзового призёра чемпионата мира встречала делегация Министерства спорта, представитель администрации Черногорска. Но самая большая группа поддержки ожидала Вадима Трунова у выхода из аэропорта. Вадим чемпион! Вадим чемпион! Тут же герой дня дал первое интервью после успешного выступления на чемпионате. Первые все родственники узнали. Сам тренер Михаил Дмитриевич, кто смотрел трансляцию. В принципе, сразу начали поздравлять. Общение с Вадимом продолжилось на пресс-конференции. Он рассказал, что в Лионе на чемпионате мира он выступал на трёх дистанциях. И каждый раз его результаты становились всё лучше. Помогали заочные консультации тренера в онлайне. Я наблюдал, смотрел, а потом буквально минут через 30 Вадим у нас выходил со мной на связь. И мы по полочкам всё разбирали. Ошибки, какие-то изменения вносили. Дальнейших на следующий старт разбирали. В финале 200-метровки Вадим стал восьмым, что неплохо для дебюта. На 100-метровке показал лучшее своё время, стал шестым и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Эстафета 4 по 100 завершала программу. К эстафете уже подходили, как сказать, более серьёзней. Общая беда всех объединила. То есть в эстафете бежали все четверо, у кого не было медали ещё. Очень сильно хотелось каждому. В итоге четвёрка россиян заняла третье место. В Минспорте пообещали, что Вадим Трунов вдобавок к медали получит и материальные стимулы. В частности, ему повысят ежемесячную стипендию от правительства Хакасии с 20 до 30 тысяч рублей в месяц. В ближайшие недели спортсмен планирует отдохнуть в лагере Баланкуль, а затем снова тренировки. Ведь Вадим мечтает выступить на Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Летний период для санитарно-эпидемиологической службы – самое напряжённое время года. Какие опасности подстерегают нас летом? Как можно уберечь от них себя и близких? Мы поговорим в рубрике «Интервью» с Еленой Шалгиновой, представителем Роспотребнадзора, сразу после Вестей. А у меня к этому часу всё. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин